Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова в Анапу и благодарность за работа на открытие курортного сезона. В администрации города прошло планерное совещание. Патриотизма много не бывает. Штаб партии «Единая Россия» провел патриотический праздник для детей. Анапа принимает финалистов седьмой всекубанской спартакиады. Последствия сильных дождей, прошедших на Кубани в минувшие выходные, оперативно устраняются во всех пострадавших районах края. Анапу стихия не обошла стороной, но благодаря слаженной работе всех коммунальных служб значительный ущерб не нанесла. И сегодня техника и оперативные подразделения готовы к сюрпризам погоды. Погода приносит сюрпризы и не всегда приятные. В минувшие выходные на Кубань обрушились сильные ливни, которые стали настоящим испытанием для коммунальных и оперативных служб. Агрария Абинского района подсчитывает ущерб. На прошлой неделе град уничтожил около 300 гектаров садов. Причем есть такие участки, где на деревьях не осталось даже листвы. Анапу стихия не обошла стороной, но благодаря слаженной работе всех ответственных за жизнеобеспечение курорта подразделений угрозу удалось отвести и избежать серьезных последствий. За полтора часа выпала месячная норма осадка 34 миллиметра. Среди тем, что канун праздников все спасательные службы были переведены на васильный режим функционирования, поэтому усиленные расчеты еще в момент ливня уже были в самых слабых местах. Это улица Северная, Садовая и Санитра-Анадская. В общей сложности отслуживают спасение 28 человек, 2 единицы техники и 5 высокопроизводительных полков. Кроме того, работала треть расчета Федеральной пожарной службы. Погода восстановилась, но контроль городских властей за ситуацией не ослабевает. По распоряжению главы все силы и средства оперативных и коммунальных служб остаются в полной готовности. Работать на предупреждение – общая задача. Все коммунальные и оперативные службы, аварийно-спасательные формирования Анапы действуют по плану предупреждения ликвидации ЧАЭС. Документ тщательно проработан, утвержден главой города-курорта. В документе подробно прописан алгоритм действий всех ответственных структур. Информация о нештатных ситуациях поступает дежурному администрации города-курорта и оперативному дежурному единой диспетчерской службы. Затем передаются ответственным службам. Координирует работу всех звеньев, будь то муниципальные аварийно-спасательные формирования или коммунальные службы, управление гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы. На реках Анапы, на всех опасных участках, где высок риск подтопления прилегающих территорий, установлены датчики мониторинга уровня воды. Данные с них круглосуточно поступают в единый диспетчерский центр Анапы. К Анапе продолжаются ежедневные контрольные мероприятия, во время которых проверяющие фиксируют нарушения правил торговли. Сотрудники администрации и городских предприятий совместно с работниками полиции с 11 утра до 2 часов ночи выявляют факты несанкционированной торговли и контролируют санитарное состояние курорта. Несколько рейдовых групп инспектируют набережные, рынки, пляжи, места отдыха гостей курорта, а также следят за складированием мусора. Помимо нелегальных торговых точек на набережной нарушают уличные музыканты, которым на этой территории играть нельзя, и предлагающие сфотографироваться с обезьянами и попугаями. Здесь тротуар, понимаете, люди проходят, загораживаются. Рейдовые группы выявляют нарушения торговли непродовольственными товарами. Реализаторы и хозяева торговых точек часто не соблюдают нормы хранения и продажи продуктов. Спрос с торговцев в неположенных местах и с нарушениями правил торговли строгий. При выявлении таких объектов на предпринимателей составляют протоколы об административных правонарушениях, где комиссия потом определяет размер штрафа. Рейды будут проводиться весь курортный сезон до 30 сентября. В Анапе развернут штаб по оказанию помощи беженцам из Украины. Такое распоряжение дал глава курорта на общегородском планерном совещании. Также на планерке обсудили медицинское обеспечение в детских здравницах и правила входного контроля за состоянием здоровья пребывающих на отдых маленьких гостей. Маранапа Сергей Сергеев поблагодарил всех, кто готовил и проводил праздник к открытию курортного сезона за работу. Какие еще темы обсуждали на планерном совещании, расскажем прямо сейчас. Начальник отдела МВД Андрей Терюфин призвал анапчан быть внимательнее и заботиться о сохранности личных вещей. На пляжах участились случаи краж. На курорте не ослабевает работа по пресечению торговли нелицензированным алкоголем. Нарушают хозяева и реализаторы небольших магазинов. Пытаются продавать фальсификат. Житель хутора «Красная скала» дом организовал цех по производству суррогатного вина. 10 тысяч литров алкопродукции, 50 литров спирта, красители и добавки изъяли сотрудники полиции у псевдопредпринимателя. Среди изъятого имущества станок для производства тетропаков и наклейки. Соблюдение миграционного законодательства также на контроле. Сотрудники полиции и миграционной службы проверили 71 иностранного гражданина. 9 привлекли к административной ответственности. Глава курорта задал вопрос, сколько граждан Украины прибыли в Анапу на прошлой неделе. 86 человек отчитались Сергею Сергееву. За один рабочий день на этой неделе к нам приехали еще 29 жителей соседней страны. Пока единицы обращаются за оформлением статуса беженцев, в основном украинцы приезжают к родственникам и знакомым и останавливаются у них на лето. Тем не менее, мэр Анапы дал подчиненным поручение создать штаб по оказанию помощи беженцам из Украины и вести учет прибывших в Анапу. Мы должны от них вот сейчас по штабу, почему я задаю вопрос. Мы должны выделить интересующие нас вопросы. Нам край поставили, посмотрите, мы получим в ближайшие деньги и таблицу. Получили по отчетности, да? Но мы должны еще кроме этой таблицы для себя отслеживать. Эти же дети пойдут к нам в очередь в детские сады. Они пойдут к нам записываться 1 сентября в школу, понимаете? Мы должны ситуацию прогнозировать. Идею учета беженцев с данными о каждом предложила вести первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая и напомнила об указе президента России Владимира Путина. К концу текущего года до 90% жителей должны иметь возможность пользоваться услугами МФЦ. Принцип работы одного окна должен быть доступен для 9 из 10 жителей Анапы и даже самых отдаленных сельских населенных пунктов. Один из вариантов решения – мобильный приемный пункт МФЦ, но для этого, подчеркнул мэр, необходимо проанализировать потребность жителей тех или иных населенных пунктов в этих услугах, то есть изучить вопрос досконально. Работа мобильных групп по пресечению несанкционированной торговли и контролю санитарного состояния города продолжится. В администрации Анапы ждут более результативных отчетов. На этой неделе на курорте продолжат контроль за строительными площадками и объектами. Сергей Сергеев отметил, благодаря слаженной работе сотрудников администрации новых самостроев, в Анапе нет. С теми, что возвели ранее, будут работать в рамках правового поля. Все приведет в соответствие. То есть, не будет этих проблем. Даже если кто-то сегодня восстановил то, что мы снесли, то мы найдем способы. Каким образом это все. Вот я Алексею Васильевичу дал команду скрывать, и мы будем ограничивать коммунальные предоставления коммунальные качества. На этой рабочей неделе поручение коммунальщикам подготовит театральную площадь для проведения выпускного балла. Алые паруса пройдут в Анапе 25 июня. Основные позиции контрольного вопроса об обеспечении медицинского обслуживания детских здравниц озвучила заместитель мэра Людмила Мурашова. За каждым пансионатом и оздоровительным лагерем закреплен врач-педиатр. Соответствующие договоры заключены между здравницами службы скорой помощи и детской больницей. С 16 июня в Анапе начали работать 24 лагеря дневного пребывания при школах. В них отдохнут 4000 маленьких анапчан. За состоянием их здоровья будут следить дежурные медработники. Особое внимание на курорте уделяют детям, прибывающим в Анапу на лечение и отдых. Юные гости проходят обязательное медицинское обследование при заезде в лагерь. Это и ранняя профилактика заболеваний, и обеспечение безопасности всех находящихся на отдыхе детей. Подводя итоги планерного совещания, глава Анапы Сергей Сергеев поблагодарил всех, причастных за работу, подготовку и проведение праздника, посвященного открытию сезона. В воспитании патриотизма с молоду члены партии «Единая Россия» провели тематический праздник для детей. О том, за что и как любить Родину, расскажет Вадим Родин. На территории шестой школы прошел праздничный концерт, организованный местными депутатами и анапским отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». На праздник были приглашены дети из соседних со школ и детских садов, жители микрорайона и студенты. Для детей выступали творческие коллективы, проводились конкурсы, игры и викторины. Детям рассказали об истории праздника, о том, как важно в наше неспокойное время быть настоящим патриотом Родины, чтобы сохранить и приумножить богатство нашей страны, такой красивой и дорогой для каждого из нас. В завершение всем гостям праздника от депутатов вручное морожено, а музыка продолжала играть, поднимая настроение. Замечательное мероприятие. Это мероприятие проводится в местном отделении партии «Единая Россия» и общественных студентов, органами «Единая Россия». В мероприятии сегодня, что самое, на мой взгляд, такое интересное мероприятие, что сегодня в мероприятии, помимо старшего партия, молодежи, людей среднего возраста, активистов в нас сомнений, занимали участие в воспитании в детских садах. То есть у нас в детских садах, и сегодня ребята 5-6 лет принимали участие в этом мероприятии. На мой взгляд, это очень правильно, грамотно, это воспитание нашей молодежи и наших детей. Поэтому, в целом, мероприятие получилось очень хорошим. И к другим темам. В детско-юношеской спортивной школе номер 10 проходит финальное соревнование седьмой всекубанская спартакиада по волейболу среди учащихся общеобразовательных школ Краснодарского края «Спортивные надежды Кубани». Стартовала всекубанская спартакиада 1 сентября 2013 года. Ученики прошли первый этап школьный, затем муниципальный, зональный и полуфинал. Лучшие команды вышли в финал. Принимают участие 7 муниципальных образований Краснодарского края. На базе 10-й спортивной школы играют команды юноши. На базе спортивной школы «Виктория» играют команды девушек. Принимают участие команды городов Анапа, Сочи, районов Динского, Курганинского, Мостовского, Успенского и Щербиновского. В соревнованиях играют сборные команды школ по волейболу. Ученики с 9 по 11 класса. В спартакиаде Анапа представляют волейболистки из общеобразовательной школы номер 4. Лидеры юношеской команды курорта – учащиеся школы номер 2. Спортсмены из Анапы – единственные. Прошли финал в двух группах – девушки и юноши. Тренер нас готовил как физически, так и морально. Объяснял какая-то тактика в игре, готовил, что соперники будут все силы, команда высокого уровня, высокорослые игроки. Но мы постараемся стать чемпионом в четвертый раз. Первая игра в финале у Анапчан с командой Щербиновского района. Затем с волейболистами Мостовского района и города Сочи. Девушки сыграют с командами Динского, Курганинского, Успенского районов. Волейболисты играют по круговой системе. Все финалисты сыграют между собой. При подведении итогов судьи учтут количество побед и разницу забитых мечей. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В среду 18 июня в Анапе будет пасмурно, а местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 21-23 градусов по Цельсию, ночью до плюс 20. Ветер переменный – 24 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 21 градус выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы – производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48 300 и 48 323. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова